Здравствуйте, уважаемые зрители этой презентации. Меня зовут Максим Матвеев, я являюсь одним из разработчиков электроплазменного оборудования для безоперационной блефропластики и сокращения кожного лоскута. Мы являемся производителем российского аппарата Пельсар. Сейчас стало модно называть похожие аппараты плазмопен или плазменная ручка. Про эту технологию сегодня я и буду рассказывать в данной презентации. Структура презентации выглядит следующим образом. Во-первых, я расскажу про то, про что ни один производитель или дистрибьютор не любит говорить. Это осложнение. Я расскажу, какие осложнения можно получить при применении электроплазменной методики. Затем мы перейдем к положительным результатам после процедуры. Именно ради этого результата врачи и клиники приобретают аппараты для проведения электроплазменных процедур. Мы рассмотрим все возможные причины осложнений и обсудим рекомендации, как избежать осложнения. В дальнейшем мы перейдем к физическим аспектам. Мы рассмотрим физическую природу плазмы, что она собой представляет. В конце мы перейдем к очень интересной теме, которая будет полезна любому потенциальному пользователю электроплазменных аппаратов. Это мифы, которые распространяют маркетологи и дистрибьюторы электроплазменного оборудования, а также врачи и люди без медицинского образования. Мы эти мифы рассмотрим и расскажем с точки зрения физики понятным языком, что правда, а что действительно миф. Рассмотрим осложнение, которое можно получить при использовании электроплазменного аппарата, если была допущена грубая ошибка. Один из вариантов – это воспалительная реакция, которая встречается крайне редко и, как правило, является следствием несоблюдения пациентам постпроцедурного ухода, например, сдирания корок. Следующий пример осложнения – это нарушение пигментации. Это может быть как гиперпигментация, так и депигментация. Может возникнуть и атрофия по причине или грубой ошибки специалиста, например, неправильно выставленная мощность аппарата или несоблюдение пациентам постпроцедурных правил, например, опять сдирание корок. Иногда в просторах интернета можно встретить и такие фотографии. Специалист, который делал данную процедуру, видно, не проходил обучение и купил некачественный аппарат. Здесь сразу совершено несколько ошибок. Был взят крайне мощный аппарат. Специалист проводил процедуру с долгим временем экспозиции, о чем говорят глубокие и большие кратеры. Был неправильно подобран фототип и обработана слишком большая зона. При этом были обработаны участки, которые более склонны к нарушению пигментации, что на таком пациенте так смело делать нельзя. Даже на данной модели можно было провести процедуру или несколько процедур, таким образом, чтобы избежать дальнейших осложнений. На электроплазменных аппаратах можно получить и положительные, ярко выраженный, долгосрочный результат. Таких примеров намного больше, чем осложнений. Именно ради этого результата и покупают электроплазменные аппараты. На фотографии вы видите результат проведения процедуры безоперационной блефоропластики. Обращая ваше внимание на маленькие и аккуратные точки на верхнем веке. Если сравнить с осложнением на предыдущем слайде, тогда видно, что точки в данном примере намного меньше и намного аккуратнее. На данной фотографии вы видите результат обработки малярной зоны. Это результат после одной процедуры. За таких пациентов хирурги не берутся, так как после хирургической операции останется рубец. На электроплазменном аппарате такую процедуру провести можно. На электроплазменных аппаратах также можно и устранять пост-акне. Эти пациенты являются очень благодарными. Модель, которая изображена на фотографии, пришла на процедуру повторно, так как после первой процедуры она осталась более чем довольна. Также электроплазменные аппараты позволяют удалять морщины, при этом в любых зонах, такие как гусиные лапки или кесет. Эффект от процедуры держится более 2-3 лет. Длительность зависит от индивидуальных особенностей. На данном слайде вы видите эффект через полгода после безоперационной блефропластики. Как видите, даже через такой период нет ухудшения эффекта. На электроплазменных аппаратах можно очень эффективно удалять пигментные пятна. Данная модель на слайде пыталась удалить пятно более 12 лет. Она пробовала лазер, пилинги, но все это не давало эффекта. Электроплазменная методика позволила решить ее проблему, как вы видите из фотографии. Данная процедура будет еще более эффективной и быстрой, если использовать специальные насадки. Есть много и других процедур, которые можно делать на электроплазменном аппарате, таком как пальсар, удаление татуировок, устранение дряблости кожи, удаление новообразований, таких как фибром, попелом. Данная методика может оказывать разнообразный спектр процедур и соответственно дает возможность зарабатывать больше денег. Какая же основная причина осложнений? Как их избежать? Все причины осложнений мы можем разделить на три блока. Во-первых, это связано с подготовкой специалистов. Специалисты, проводящие процедуру, не проходили обучение и не имеют медицинского образования. Во-вторых, причина осложнений может быть на стороне пациента, а именно невыполнение постпроцедурных рекомендаций. В-третьих, причина может крыться в некачественных аппаратах. Прибор может быть неправильно отрегулирован или быть слишком мощным. Рассмотрим все эти причины поэтапно. Очень важный момент. Данная методика должна выполняться специалистами с медицинским образованием в медицинских центрах. И ни в коем случае не в домашних условиях. В последнее время участились случаи, где пропагандируют данную методику для применения в домашних условиях для себя, родных и близких. На слайде вы видите скриншоты ролика в ютюбе и рекламу с таким предложением. Ни в коем случае не верьте такой рекламе. Процедуру должны проводить люди с медицинским образованием, так как для работы требуются базовые знания о строении кожи, сборе анамнеза и т.д. Такие знания получают в медицинских образовательных учреждениях. Люди без медицинского образования с большей вероятностью могут свершить ошибку, которая может привести к осложнению. Другой фактор, который может привести к осложнению, даже если у специалиста есть медицинское образование, это отсутствие качественного обучения. После приобретения аппарата специалист обязательно должен проходить обучение работе на его аппарате. Мы часто сталкиваемся со случаями, когда покупают аппарат, но при этом не проходит обучение. А если проходит, тогда оно некачественное, и на обучении не рассказываются основные моменты, которые должны быть рассказаны. После такого некачественного обучения специалисты совершают ошибки, получают осложнения. В некоторых случаях специалисты разочаровываются в методике, а иногда осознают потребность в качественном обучении. Тогда они обращаются уже в образовательные центры, как наш, и проходят обучение. На обучении обязательно должно быть рассказано о том, как подбирать пациентов, как проводить процедуру, как избегать осложнений, какие показания и противопоказания, и так далее. На обучении всегда должны выдавать памятку для пациентов о постпроцедурном уходе. В случае невыполнения указаний, которые там есть, риск осложнения может вырасти. До пациентов необходимо очень доходчиво донести, какие могут быть последствия, если данные рекомендации не выполнять. Мы рекомендуем брать с пациентов подпись, что они ознакомились с рекомендациями о послепроцедурном уходе. Последней причиной осложнений может являться некачественный аппарат. На фото вы видите результаты эксперимента. Верхние точки были сделаны аппаратом, который позиционирует себя якобы немецким, но на самом деле таковым не является. У данного аппарата один режим мощности и достаточно большой, чтобы оставить пигментацию. Другие два ряда мы сделали аппаратом Пельсар от российских производителей. Как видите на слайде, точки от якобы европейского аппарата остались больше. Глубина проникновения тоже стала больше. Как результат, именно точки от европейского аппарата оставили нарушение пигментации. Это следствие чересчур мощного аппарата с глубоким проникновением. Существуют противоположные случаи, когда мощность аппарата настолько маленькая, что результат не виден и искру можно наблюдать только при соприкосновении. Теперь мы дошли до физического блока. Это блок для тех, кому интересно разобраться, что собой представляют электроплазменные аппараты, как они работают и какие мифы распространяют производители и дистрибьюторы в целях привлечения клиентов. Рассмотрим процесс создания плазмы на электроплазменных аппаратах. Плазма создается за счет большой разницы потенциалов между наконечником иглы электроплазменного аппарата и поверхностью кожи пациента. За счет трансформаторов с большим коэффициентом трансформации создается пиковое напряжение в несколько тысяч вольт. При приближении наконечника к коже происходит так называемый в физике пробой диэлектрика. В нашем случае диэлектрик является воздух. Во время пробоя мы наблюдаем небольшую электрическую дугу, искру, микромолнию. Температура данной дуги достигает нескольких тысяч градусов Цельсия. За счет этой дуги происходит сублимация, то есть моментальное выпаривание. Во время этого процесса происходит стягивание кожного лоскута в точку сублимации. В точке сублимации остается черная или коричневая корка. Тепло не уходит дальше базальной мембраны и сосочкового слоя, поэтому данная методика безопасна для зрения. Корки отпадают через 5-10 дней. На их месте остается легкая гиперемия, которая проходит в течение месяца. В этот период можно наносить макияж и краситься. По этой схеме работают все электроплазменные аппараты без исключения. Разобравшись, как работают электроплазменные аппараты, давайте рассмотрим мифы об этой технологии. Начнем с мифа, который распространяют производители дешевого оборудования, и который звучит следующим образом. Все электроплазменные аппараты одинаковые. Этим высказыванием продавцы дешевого оборудования пытаются убедить, что надо брать их аппарат. Мы расскажем, чем аппараты отличаются друг от друга. Другое, очень частое высказывание, что электроплазменная методика – это обман и является обычным коагулятором. Это высказывание распространяет чаще всего люди, которые или обожглись уже на данной методике, разочаровались в ней, или чья деятельность конкурирует с данной технологией. Например, владельцы лазеров. Мы сравним электроплазменные аппараты и коагуляторы в данной презентации. Другое, очень частое высказывание от продавцов – «Только у нас настоящая плазма», а у всех остальных – «Искусственная плазма», «Ненастоящая плазма», «Подделка», «Коагулятор» и так далее. Это говорят чаще всего продавцы дорогого оборудования. Да, и от продавцов дешевого оборудования это можно услышать. Мы докажем, что к физике понятие «хорошее» и «настоящая плазма» не имеет никакого отношения. Это маркетинговый ход. В продолжении данного высказывания мы рассмотрим следующий абсурдный миф. «Плазма должна появляться только на органике». И в продолжении говорится, что энергия берется из человека для создания плазмы. Это один из самых глупых мифов, но на него некоторые клиенты ведутся. Мы расскажем, почему это абсурд. Другое высказывание – на электроплазменные аппараты нет никаких исследований. Мы дадим ссылки на эти исследования. На рынке электроплазменных технологий часто фигурирует термин «холодная плазма». Из-за большого количества маркетингового материала данное высказывание искажалось и изменялось. Мы расскажем про данный термин подробнее и как он применим к нашей электроплазменной методике. Еще мы видели высказывание, что не должно появляться корок после процедуры. Это неправда. Рассмотрим и данное высказывание. И в конце презентации я хотел бы рассмотреть дополнительные насадки, которые появились у китайцев. Их подхватили корейцы и другие производители. Но эти насадки никак не работают. И мы с точки зрения физики объясним это. Начнем с высказывания, что все электроплазменные аппараты одинаковые. Это в корне неверно. Аппараты отличаются напряжением и силой тока. При этом и напряжение, и сила тока может быть средней и пиковой. Мощность является произведением силы тока и напряжения. У аппаратов может быть разная частота. А это несколько десятков тысяч герц. Скважность или коэффициент заполнеемости. Это те параметры, которые редко используются в обиходе. Они показывают, какую часть в периоде занимает единица, а какую часть занимает ноль. На рисунке справа вы видите скважность 50%. Но она может быть и 20%, и 70%. Аппараты также отличаются и осциллограммой. Осциллограмма показывает, как меняется параметр со временем. В данном случае по оси ОХ это время, по оси ОУ напряжение. Как видите, напряжение на верхних картинках скачет. А на нижнем рисунке они ровные и аккуратные. Для сравнения приборов мало знать параметры. Необходимо знать, как они меняются со временем. Рассмотренные параметры влияют на плазму. Внешне плазма может выглядеть одинаково, но ее характеристики могут отличаться. Замечу, что электрическая плазма должна появляться только на расстоянии. Если вы не видите электрическую дугу, или она появляется только при соприкосновении, тогда у вас или не электроплазменный прибор, или он низкочастотный. Рассмотрим другой миф, что электроплазменные приборы – это обычные коагуляторы. Рассмотрим сравнительную характеристику. У электроплазменных аппаратов высокое напряжение, которое позволяет пробивать диэлектрик. Это может быть более 5000 вольт. У коагулятора, как правило, низкое напряжение. У электроплазменного аппарата низкая сила тока, что как раз позволяет не прогревать подлежащие ткани. У коагулятора, наоборот, большая сила тока, что и позволяет коагулировать даже глубокие образования, резать плоть. Мощность является произведением силы тока и напряжения. В данной ситуации мощности электроплазменных аппаратов и коагуляторов могут быть сравнимы. Аппараты отличаются методом воздействия. Электроплазменный аппарат воздействует бесконтактным методом, так как среда воздействия является воздух. У коагулятора среда воздействия – это кожа, поэтому метод воздействия у коагулятора контактный. При соприкосновении электрода с кожей у электроплазменного аппарата просто пропадает искра, а в случае коагулятора происходит ожог и рассечение кожи. В результате разницу между электроплазменным аппаратом и коагулятором можно увидеть, если взять электрод работающего аппарата в руку. В случае коагулятора появится ожог или разрез кожи. В случае электроплазменных аппаратов происходит пропадание плазмы, но никаких ожогов. Вы не почувствуете даже теплоты. Рассмотрим высказывание, которое часто можно услышать от продавцов. Только у нас настоящая плазма, а все остальное является ненастоящей плазмой, коагулятором, искусственной плазмой и так далее. Часто производители говорят, что все остальное – это ток, а у них не ток, а плазма. Развеем этот миф. Рассмотрим два физических определения. Первое определение – электрического тока. Электрический ток – это направленные движения заряженных частиц. В металлах – это электроны, в электролитах – это ионы, в газах – это движения ионов и электронов. Рассмотрим второе определение – плазмы. Плазма – это ионизированный газ. Плазма является четвертым агрегатным состоянием вещества. Теперь давайте объединим эти два определения. Электрический ток в газах по первому определению является движением ионов. А по второму определению ионы в газах являются плазмой. Поэтому любой электрический ток в газах является плазмой. И понятия «истинная, настоящая плазма» не существует. Это маркетинговый ход. Любой электрический ток в газах является плазмой. В продолжение данному мифу продавцы электроплазменного оборудования пытаются доказать, что у них настоящая плазма. Другой миф, который распространяют дистрибьюторы, что настоящая плазма появляется только на органике. В подтверждение своим словам, дистрибьюторы показывают видео, где плазма появляется только на теле человека и не появляется на металле. Этот эксперимент они объясняют тем, что настоящая плазма берет энергию из тела. Это обычный миф. Плазма появляется за счет разницы потенциала, то есть высокого напряжения. И для создания плазмы не имеет значения, между какими объектами плазма появляется, будь то органические или неорганические объекты. Энергия не берется из человека, так как в таком случае и электрическая подзарядка не требовалась бы для аппаратов. Отсутствие искры с металлами на видео объясняется тем, что не было проведено чистого эксперимента. Если металлическую деталь взять в голые руки или в резиновые перчатки, тогда размер плазмы будет отличаться. Для создания плазмы требуется разница потенциала и не важна природа объекта. Другой миф, который распространяет, заключается в том, что по электроплазменному оборудованию нет никаких исследований или испытаний. Это неправда. Исследования и испытания есть, но их меньше, чем хотелось бы. Например, на аппарат Пельсар вы видите акты технических и токсикологических лабораторных испытаний от лабораторий, аккредитованных Росздравнадзором. Кто знает, что такое регистрационное удостоверение или сокращенно РУ, а также знаком с порядком получения данного удостоверения, знает, что эти документы, технические лабораторные испытания и токсикологические лабораторные испытания, являются свидетельством того, что на аппарат готовится регистрационное удостоверение. Существуют и научные статьи. В российской литературе можно найти статьи Савиной Арины Александровны, специалиста по электроплазменным методикам. Намного больше можно найти в англоязычных источниках. На слайде вы видите ссылки на некоторые статьи. Другой важный термин, который часто можно увидеть в маркетинговых материалах, это холодная плазма. Что это такое? Холодная или по-другому низкотемпературная плазма имеет два определения. Физическое определение. Холодная плазма – это плазма меньше 1 миллиона градусов. Такое пограничное значение обусловлено важностью высокотемпературной плазмы в проблеме осуществления управляемого термоядерного синтеза. Второе определение – это холодная плазма в медицине. Это плазма с температурой 30-40 градусов Цельсия. Такая плазма не оставляет никаких ожогов. Она обладает антисептическим эффектом. Эту плазму мы наблюдаем в Дарсенвале. В электроплазменном аппарате для сокращения кожного лоскута используется плазма более 1000 градусов. Поэтому, когда говорят в маркетинговых материалах про холодную плазму, то говорят про физическое определение, а не про медицинское. Мы слышали другое высказывание, что после процедуры не должно оставаться корок. Это тоже неправда. В этом можно убедиться, задав два простых вопроса. Первый – за счет чего работает аппарат? Ответ – за счет сублимации. Второй вопрос – а что должно оставаться после сублимации? И простой ответ – после сублимации должны оставаться вещества, которые не испарились. Например, углерод. Это как раз и есть корки. Корки должны оставаться. Единственное, что можно обсудить – какие по размеру они должны быть. Самый лучший эффект достигается, когда корки маленькие и аккуратные. Тогда эффект хороший и реабилитация мягче. Последний миф, который мы рассмотрим, касается новых насадок, которые продают китайские производители и также их начали продавать корейские. Их называют термальная и фракционная насадка. Наша команда искала объяснение работы данных насадок и показания к применению. Мы взяли информацию с сайта дистрибьюторов. Теперь давайте разберем данные насадки. Фракционная насадка по заявлению продавцов позволяет проводить такие процедуры, как безинъекционное введение гиалуроновой кислоты и других веществ, удаление пигментации, лечение купероза, сухости кожи. В интернете я видел, что данную насадку могут применять двумя способами. Контактно и бесконтактно, создавая много микромолнии. Рассмотрим оба эти способа. Если данную насадку применять бесконтактно, тогда будет появляться одна дуга в месте пробоя диэлектрика. Именно в этом месте сопротивление будет минимальным и именно через него будет проходить весь ток. Большое количество искр из-за большого количества маленьких игл не будет осуществляться. Если насадка работает контактно, тогда на кожу будет воздействовать переменный ток высокой частоты. Процесс проникновения вещества с помощью электрического тока называется ионофорезом. Для ионофореза требуется постоянный ток, а не переменный. Постоянный ток лучше, так как ионы тоже должны двигаться вовнутрь организма постоянно, а не переменно. По этой причине фракционная насадка не работает. Вторая насадка называется термальный. По заявлению продавцов, она позволяет делать подтяжку овала лица, лифтинг, пилинг и плазменный душ. Данная насадка работает контактно, соответственно нет никакого воздуха между насадкой и кожей. Его просто нет. Как результат, плазмы там появиться по физическому определению не может. По этой причине эти две насадки не работают, как указывают продавцы. В конце презентации я настоятельно рекомендую не выбирать дешевые аппараты. Мы, как производители, знаем сколько усилий необходимо приложить и какие ресурсы и комплектующие требуется привлечь, чтобы сделать качественный аппарат. Каждый аппарат требует отладки и настройки. По этой причине дешевые аппараты не могут быть качественными. Смотрите на сервис, который оказывают продавцы. Обязательно продавец должен оказывать обучение и давать гарантию. Наша компания предоставляет также возможность аренды и рассрочки. Проверяйте всегда аппарат перед покупкой. Спасибо большое за внимание. С нашей компанией вы можете связаться по этим контактам. Задавайте любые вопросы, мы будем рады на них ответить. Всего вам доброго. Желаю вам довольных пациентов и хороших доходов. Продолжение следует...